вот это вот денежка честно говоря я не пойму почему здесь написано значит купюра явно немецкая апрель 1916 года здесь написано но посмотрите 1 рубль чтобы это значило 1 рубль почему написано по-немецки вот это я не могу сказать если кто-то смотрит меня кто в этом разбирается может быть вы мне подскажете чтобы это значило денежка старенькая порвана уже не знаю так следующая купюра это эстонская купюра первой республики буржуазной и здесь написано кеме кроне это 10 эстонских крон буржуазной эстонии еще до войны и здесь год стоит 1937 не знаю как лучше вам видно 1937 год и здесь отсвечивает просвечивает вот такая вот девушка в национальном костюме с колосками в головном уборе национальном эстонском на котором изображены васильки это эстонский национальный цветок и в национальном костюме написано значит здесь по эстонски выдано 3 мая 1927 года написано что это заменитель денег как это понять в каком смысле это заменить где мне кажется что это и есть деньги можете не права вот ну и здесь как обычно подписи владельца банка кассиров вот такая вот купюра очень отсвечивает здесь герб эстонский прописью слова кеме кроне снизу сверху и цифра 10 10 крон потому что валюта была буржуазной эстонии кроны и также в постсоветское время вернулись к нам кроны денежное обращение но когда республика вступила в еврозону то деньги соответственно кроны были заменены у нас на евро так вот это рейхсмарки 20 рейхсмарок давайте все таки буду так показывать чтобы не просвечивали знаю какой-то бюргер здесь соображен это берлине вот такая купюра так это точно такая же следующая это 20 копики еще одна купюра это была рубли а это копейки не знаю что это обозначает здесь написано апрель 1916 года не знаю что по-немецки написано вот такая вот денюшка немецкая так и дальше идет это просто сувенир это не доллар так следующие купюры это уже времен хочу вам показать а вот еще одна денежка такая же старая фенинги 50 фенингов немецких вот такая вот купюры и вот так она выглядит с обратной стороны вот такая денежка так так следующая купюра тоже немецкая так фент рейхсмарк и вот так она выглядит с обратной стороны 5 немецких марок рейхсмарк так и следующие деньги это будут уже времен постперестроечных вернее после не постперестроечных постсоветских времен когда у каждой республики появились свои деньги давайте посмотрим значит у меня тут оказалось в коллекции много литовских купюр мне надо было брать какой-то листок белый для того чтобы сейчас минуточку ну и конечно же я не могу обойти вниманием наши родные советские деньги такие милые нашему карману сейчас я вам их покажу давайте вспомним вместе с вами вот так выглядел один рубль советский банк ссср это с обратной стороны государственный казначейский билет может быть и литовские поэтому как государственный казначейский билет а у них талон может быть вот поэтому 1961 год так это был один рубль вот так выглядели 3 рубля трешка это с другой стороны это уже смотрите 1991 год так 5 рублей помните эти денежки помните конечно 10 рублей с Владимиром Ильичем тоже 91 года купюра так 5 рублей уже я показывала и 25 рублей 1961 год красивые деньги правда ничего не скажешь такие солидные у в в в 13 в 30 в в в в в в